Ноль бронзовых богиней с 10. Не видно абсолютно границ нанесения автозагара. В общем, запах получается вообще от ас просто. Привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет такая немного неожиданная тема. Сегодня мы поговорим про автозагары. Зачем они мне нужны, какие они бывают, и кто вообще ими пользуется, и как его выбрать. Собственно, а зачем вообще нужен автозагар? Автозагар нужен, если вы не хотите подвергать свою кожу воздействию вредных солнечных лучей, но в то же время хотите выглядеть красиво, особенно в весенний-летний период, когда все только начинают разоблачаться из своих зимних одежек, и вы хотите не выглядеть просто бледно-сине-розовой какой-то подухой, и вместо этого можете выглядеть такой красивой бронзовой богиней подухой. Особенно это актуально, наверное, будет, когда отменят карантин, потому что всем захочется резко быть красивым, все сидели дома, никто не выходил на солнце, все сидели, наедали просто килограммы у холодильника с телевизором, поэтому теперь нам нужно будет как-то привести свою кожу в форму. Кроме того, автозагар помогает людям, у которых есть какие-то недостатки пигментации, их скрыть. Он не делает эти недостатки пигментации более темными, он верхний слой кожи эпидермис подкрашивает в такой более коричневый оттенок, создавая впечатление загаром. И таким образом тон кожи может выровняться. Это актуально для людей с проблемами не только гиперпигментации, но и с проблемами постакне. Также он, кстати, очень хорошо помогает скрыть, точнее не то, чтобы прям скрыть, но уменьшить выраженность кругов под глазами. Кроме того, общий автозагар, использованный в разумных дозах, он придает лицу очень свежий отдохнувший вид. Очень важный пункт, который нужно сразу разграничить, что под автозагарами я подразумеваю те средства, которые, как правило, прозрачны, не содержат никаких пигментов и содержат главный действующий компонент – дигидроксиацетон. Дигидроксиацетон – это то вещество, которое, собственно, окрашивает верхние слои кожи, собственно, роговой слой эпидермиса, окрашивает в характерный желто-коричневый оттенок, придавая впечатление загара, как будто бы вы только что приехали, например, с отдыха. Собственно, дигидроксиацетон должен быть в составе на первых местах и никаких пигментов там не должно быть. Если сам по себе автозагар имеет какой-то пигмент и не имеет дигидроксиацетона в составе, значит, это уже не автозагар. Это, кажется, называется бронзатор. Я никогда не пользовался, но это должны называться бронзатор. Большой минус бронзатора в том, что они окрашивают кожу неравномерно для использования, нужна перчатка. Кроме этого, это пигмент, который может смываться с кожи при каждом посещении душа, точнее, не может. Да, конечно, он сам по себе смывается с кожи. Он также вытирается об одежду, вытирается у постельное белье, и он может сходить неравномерно, оставляя пятна. Автозагар, в отличие от него, он, собственно, реагирует с кожей. То есть, это не пигмент, он не будет оставаться у вас ни на одежде, ни на постельном белье, но в то же время, после применения и автозагара, и бронзатора, нужно обязательно мыть руки с мылом. Потому что, если вы не помоете руки с мылом, то потом обнаружите, что некоторые части рук, особенно наиболее такие, части, в которых есть старая кожа, они будут окрашены в коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый цвет. Дигидроксиацетон был открыт очень давно, его безопасность доказана, и он, собственно, уже многие годы используется как основной компонент автозагара. Почему меня вообще заинтересовали автозагары? Ну, как я уже сказал, автозагары помогают освежить лицо, скрыть следы постакне, уменьшить выраженность кругов под глазами. Кроме того, они помогают выравнивать тон кожи. Если у вас, например, тон лица отличается от тона шеи, это не очень красиво, и вы можете, используя автозагар, выровнять, собственно, тон лица и шеи. Автозагары существуют и для лица, и для тела. Это, как правило, абсолютно разные средства, которые нецелесообразно использовать, заменяя друг другом. Например, автозагар для лица, он гораздо более легкой текстуры и самый такой продвинутый. Форма автозагара для лица самая лучшая. Форма – это та, которую вы добавляете в свой ежевечерний уход. То есть, это такие, как правило, капельки, которые добавляются в крем, перемешиваете крем, потом наносите на лицо и тщательно моете руки. Таким образом, вы можете самостоятельно регулировать степень загара, то есть, просто уменьшая, увеличивая количество капель, наиболее подходящей вашу тону кожи и желаемому оттенку. Самый, наверное, известный автозагар для лица – это капли Clorans. Это капли, которые находятся в таком небольшом футляре. Это пластиковый футляр. Внутри находится прозрачная жидкость с довольно резким запахом. Запах отдаёт спиртом и карамелью. Да, в составе есть спирт, так что имейте в виду, что автозагары они не для чувствительной кожи. Но в целом запах у него приятный. Он имеет такой легкий карамельный оттенок. И вы просто добавляете его в своё ходовое средство, используя вот такой дозатор сзади. В производителе рекомендую добавлять 2-3 капли средства. Но для меня это очень мало. Для меня эффект на моей коже, которая, в общем-то, не бледная, проявляется после 5 капель. 5 капель – это уже у меня такой более приятный, такой легкий оттенок загара. Но если я добавлю, например, 8 капель, то оттенок будет уже очень заметный. Так, в чём недостаток этих капель? Главный недостаток этих капель, даже не объём, как может показаться, этого объёма хватит надолго, – это цена. Такой небольшой флакон стоит от 2000 рублей в зависимости от… Думаю, по акции вы можете взять его дешевле. Но, скажем так, если вы просто придёте в магазин и купите его, то вы его купите за полную цену, которая будет составлять порядка 2000 рублей. И вот в одном интернет-магазине не так давно я увидел тоже капли для загара, которые стоили в 10 раз дешевле, а именно стоили 200 рублей. Это капли польского производства DexSun. DexSun поставляется в такой большой коробке, но это очень маленький пузырёк, у него точно такой же объём, и большая часть коробки – это просто пустота. Привет, разумное потребление! Таким образом, как вы видите, вот из этой коробки я достаю вот такой пузырёк. Пузырёк внешне очень отличается от капель Clorans. Жидкость в нём мутная, довольно густая. У неё очень сильная отдушка. Отдушка неприятная, она пахнет довольно дёшево. И, как вы уже, наверное, заметили, дозатор здесь не такой, как у Clorans, а обычная пипетка, которая часто используется в сыворотках. Я сравнил состав этих двух средств. Конечно, основной действующий компонент – это дигидроксиацетон, но состав средств отличается. Здесь, кстати, в обоих есть карамель, наверное, для окраса. Ну, в автозагаре от DAX есть очень сильная отдушка. Кроме того, очень много стабилизаторов формулы, которые, наверное, и придают ей такой мутноватый вид. И она такая довольно густая и слегка пенится, если вы её потрясёте. В то время как Clorans – это очень такая лёгкая жидкость, которая быстро улетучивается, и она не пенится, если вы её встряхиваете. Да, ещё раз обратите внимание, они одинаковой высоты и, в общем-то, не сильно отличаются по размеру друг от друга. Но посмотрите, насколько отличается размер коробки. Ладно, перейду, собственно, к моему отзыву. Я уже неоднократно очень много раз пользовался автозагаром Clorans. Его хватает надолго. Как я говорил, я использую обычно от пяти капель. И эффект получается очень-очень классный. Не видно абсолютно границ нанесения автозагара. Ну, конечно, я его наношу, во-первых, от души. Во-вторых, я его ещё наношу на шею и на уши наношу обязательно. Иначе у вас будет просто граница. Это совсем некрасиво. Он не сходит пятнами. Он очень красиво выглядит. Он даёт не жёлтый, а такой приятный золотистый цвет кожи. Ну, конечно, это ещё зависит от вашего исходного тона. Но это очень классное средство. Не зря его хвалят в интернете. Это действительно, наверное, лучший автозагар. Поэтому мне было так особо интересно найти ему дешёвую альтернативу. Но, к сожалению, чудо не получилось. А чудо не получилось, потому что эти капли, они работают, но, видать, не на моей коже. Потому что если клорансы рекомендуются для бледной кожи 2-3 капли производителям, для моей более смуглой кожи нужно 5 капель, то здесь рекомендуется 4-8 капель. Но я хочу сказать, что он на мне начинает работать от 9-10 капель. То есть расход этого средства в 2 раза выше. Я бы не сказал, что мне нравится эффект, который он даёт. Помимо не очень приятного запаха, да, очень сильно такой отдушки, он как будто бы не очень равномерно ложится на кожу. Если я его наношу на лицо, то у меня вот эти места получаются, как правило, к утру более тёмные. С клоранц вообще не было никакой проблемы. То есть покрытие было абсолютно равномерное и очень приятный тон лица. Здесь как-то вот он больше почему-то на некоторые зоны действует. То есть если хорошо приглядеться, то кажется, что загар лёг неравномерно. Таким образом можно сделать вывод, что капли клоранс в очередной раз победили всех своих конкурентов, а чудо не получилось с более дешёвой альтернативой. Но я нашёл ему другое применение. Поскольку красить шею, которая у меня всегда светлее тона лица, каплями клоранс выходит довольно накладно, я беру капли DEX и добавляю их вот в такой автозагар для тела. Автозагар тоже польской фирмы. Он тоже супер дешёвый. Около 200 рублей, наверное, за такой большой объём. 200-250 может быть. И он тоже на основе дегидрацетона. У него, конечно, такой состав, что наносить его на лицо ни в коем случае не надо. Здесь и парафин, и соевое масло, и всё на свете. Я бы не советовал его ни в коем случае применять на лице. Но для шеи подойдёт. И вот с ним та же самая проблема, что с каплями от DEX. Я им мажусь и не вижу эффекта. Но моя подруга, например, с более бледной кожей мажется таким же средством. И эффект на ней очень неочевиден. То есть здесь количество самого дегидраоксиацетона, самого действующего вещества, оно стабильно. То есть если в каплях я могу регулировать окраску желаемого загара, то здесь у меня никакого шанса этого нет. Поэтому, поскольку он для меня очень слабый, я добавляю туда капли DEX для более интенсивного эффекта. Таким образом экономя клоранс. Делается это очень просто. Выдавливается, собственно, загар. Такой густой желтоватый крем. Это, наверное, надо больше. Да. Ну и, собственно, чтобы покрасить шею, в этот объем я добавляю капли. Я думаю, минимум 8 капель. Хотя с клоранс расход был бы сильно меньше. Потом просто я получившуюся массу их растираю и наношу на шею. Надо иметь в виду, что клоранс, например, не имеет никакого неприятного запаха. В отличие, скажем, от DEX и от этого загара для тела, который называется 4 поры року, он после нанесения начинает действовать достаточно быстро. Но у него проблема в том, что после нанесения, кроме противнейшей отдушки... Да, автозагар для тела тоже имеет отвратительно абсолютно дешевую отдушку. Начинает пахнуть через некоторое время такой паленой кожей, что ли. В общем, запах получается вообще от ас просто. Поэтому мазаться можно только на ночь перед сном и надеяться, что там все так ровно, красиво у вас ляжет. Покрашкающие уши, наверное. После нанесения не забывайте, не повторяйте моих ошибок, тщательно мойте руки с мылом. Иначе руки у вас окрасятся очень неравномерно, потому что здесь роговой слой, он неравномерный. Лежит и здесь могут быть какие-то более такие толстые участки. Вот они прокрасятся очень ярко у вас, это будет очень некрасиво, поверьте мне. В общем, вывод из видео очевидный. Клоранс получает 10 бронзовых богиней из 10, в то время как Дакс, ну в общем-то он дешев и он на бледной коже точно будет работать. Но мне кажется эффект будет не так хорош, каким его мог бы дать Клоранс. Поэтому, сори, но Дакс получает, бюджетный польский бренд получает 3 бронзовых богиней из 10. Что касается вот этого автозагара для тела, я думаю, что он не получает ничего, потому что это, блин, ну такое. Вы с таким же успехом можете взять, если у вас такая не бледная совсем кожа, вы можете взять увлажняющий крем для тела и добавить в него капли, любые капли. Да, можете добавить Клоранс, можете добавить Декс и у вас будет тот же самый эффект, потому что на моей коже, я думаю, что даже на тех участках, которые у меня очень бледно, эта штука, эта хрень пусть не работает. Так что, 0 бронзовых богиней из 10. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание, если вы смогли не досмотреть, пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось, напишите мне комментарий и подписывайтесь, конечно же, чтобы получать еще больше видео о красоте и уходе за собой. Ну и до новых встреч в моих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok